ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Номер хоккейного клуба «Бобруйск» Трифонов на месте Будет сейчас сбрасывание Город «Бобруйск» принимает хоккейный клуб «Витебск» После 18 игр, напоминаем вам Хоккейный клуб «Витебск» на 9-й строчке турнирной таблицы «Экстра-лиги Б» Хоккейный клуб «Бобруйск» расположился на 7-й строчке турнирной таблицы И, как правило, победа нужна обоим Остался один период Судья фиксирует удаление У хоккейного клуба «Витебск» У хоккейного клуба «Витебск» И сейчас будет хорошая возможность У «Бобруйчан» воспользоваться большинством И выйти вперед Так, шайба доставляется судьей В зону защиты хоккейного клуба «Витебск» Главное, Алексей, на мой взгляд, выиграть сбрасывание Сбрасывание выграно Не сумели закрепиться в зоне Есть две минуты Но знаем мы о том, что эти две минуты очень быстро проходят Надо закрепиться в зоне Что сейчас и происходит Перевод шайбы на фланг Если я не ошибаюсь, это вообще первое удаление в матче Игра достаточно чистая Единственное, что второй период был Много раз останавливалась игра Но еще раз хочу напомнить, что это первое удаление в матче Передача в центр от защиты гостей Бросок Три фонов на месте Три фонов на месте Бобруйчан контролирует шайбу Передача за ворота противника И как мы отмечали уже Возвращает шайбу на подачу Бросок Бросок не получился, но Бобруйчан контролирует шайбу Бобруйск пытается разыграть это удаление как по нотам Очень мало бросков, очень мало бросков Вот сейчас вот можно было бы кинуть бы Попытались разыграть до верного Маленькая потасовка у ворот гостей Судьи принимают экстраординарные меры Как мы смогли заметить еще и в первом и втором периоде Слишком много времени тратят игроки хоккейного клуба Бобруйск На принятие решения бросить или нет В то время как, например, хоккейный клуб Ветебск Практически, как только появляется возможность Сразу же бросает в створ Трудно не согласиться с Алексеем Но, видно, наши ребята в данной ситуации Хотели довести шайбу до верного Что и сыграло с ними свою злую шутку Ну, еще целых 46 секунд большинства Будем надеяться, что Бобручане используют все свои возможности Это все-таки хороший шанс для того, чтобы выйти вперед И тем самым Шайба выиграна Попытка перевести ее в среднюю зону атаки Бобручан Перепасовка нападающих Шувалов Шувалов контролирует шайбу Ищет кому отдать пас Пас возвращает шувалову Наверное, это еще одна проблема А по шувалову бросает сам Шайба попадает в маску И Трифонова И покидает пределы площадки На самом деле, когда мы сейчас Просматривая комбинацию Видели о том, что Шувалов искал возможность Кому отдать пас Но не нашел Не найдя варианты Он просто принял решение бросать Так как все-таки время истекает И уже через 19 секунд Демидов выйдет на поле Хоккейный клуб И Витязь будет играть В полном составе И вот уже сейчас Видим, что выбрасывают шайбу И смело уже даже накатывают Именно В зону соперника Играет, идет в полных составах Никита Волес начинает Атаку Халяев Богословский за воротами гостей Плетет кружева И пока накинут самому Очень было опасно Согласитесь, Алексей Это было опасно Так, Алексей, что было в данном моменте? Еще одно удаление показывает Да Еще одно удаление У Витебска В составе хоккейного клуба Витебск Это вторая возможность Бобручанам выйти вперед Можно сказать, Алексей Что хоккейный клуб Бобрусь Будет играть 4 минуты в большинстве подряд Такого шанса в этом матче Я думаю, может больше не представится Как вариант можно было бы взять Тренера хоккейного клуба тайм-аут Так как ему, наверное, все-таки Со стороны лучше виднее То, что не дорабатывают Игроки хоккейного клуба Бобрусь Они расположились в зоне соперника Расположились Надо переводить шайбу Срочно в центр И в зону обороны Витебчана И уже видим, что целых полминуты Шайба находится возле борта И ее никак не могут Останавливает судья встречу И что тут было Что тут было, уважаемые друзья Переводит вбрасывание в среднюю зону Вбрасывание, правда, будет в среднюю зону Это минус в первую очередь Для игроков хоккейного клуба Бобрусь Но все равно У нас еще есть Ну, целых полторы минуты Для реализации большинства Главное закрепиться в зоне Соперника Бобрусь решил начать атаку Из-за своих ворот Все мы с вами видели Что предыдущие полминуты Шайба также находилась в зоне соперника При этом ничего С ней сделать не было возможно Шайба у Кудрявцева Воротами противника И в передача Шайба возвращается к Кудрявцеву Главное найти нужного адреса Фадеев Фадеев, передача Где же броски? Где же броски? Должен быть бросок Кандиатулин Надо бросать Бросок Трифонов на месте Трифонов на месте Видит все Трифонов Молодец Играет спокойно Анализирует и контролирует ситуацию Во время броска Находится всегда в том месте Где и положено И я думаю, что благодаря Алексею Трифонову Только два раза смогли поразить ворота Хоккей на клуб Бобройск 45 секунд остается у Бобруча на реализацию большинства Шайба Назарян Передача шайбы На Кудрявцева Кудрявцев просто почему-то ее пробрасывает За ворота Практически за 4 минуты Времени большинства Мы видели только всего лишь Несколько бросков Створ ворот Хоккейного клуба Витебск Что говорит о том, что это Не самый лучший показатель Плюс ко всему мы видим, что сейчас Игра переходит в зону Хоккейного клуба Бобройск Брасывание Да, то есть как бы наши северные соседи Отодвигают Игру от своих ворот Тем самым даже Играя в меньшинстве У них удается отодвинуть игру от своих ворот Вот опасная может получиться атака Шувалов Шувалов не может найти адресата Защитники Витебска просто вяжут По ногам и рукам наших нападающих Контратака Витебска Всего лишь 5 секунд Где воротарь Витебска Отложенный штраф у Бобройска Команда Витебска Когда наши парни перехватят шайбу Они просто отдают И нашим шайбам будут играть в большинстве Да, Алексей На мой взгляд может и сработать Старое как мир И хоккейное правило Не забиваешь ты, забивают тебе Я думаю, что это правило работает во всех видах спорта Командных Где есть либо шайба Либо мяч Будем надеяться Что сейчас Находясь в меньшинстве Хоккейный клуб Бобройска Выстоит, выстоит Покажут, что также могут играть в меньшинстве Отбрасывание В зоне защиты Не входя Расположились Никуда не спешат Мы видим, что происходит на площадке Хоккейный клуб Витебск Пытается добить Нельзя, нельзя давать добивать Сейчас повезло Потому что некому было завершить комбинацию Хорошо отдавал на пятак Хоккеист клуба Витебск Но некому было завершить комбинацию И шайба просто пролетела Был бы там кто-нибудь из игроков Который бы поставил бы клюшку Шайба непременно бы Оказалась бы в сетке ворот Так, Витебск начинается за ворот Ее хозяев Располагается в зоне защиты Где защита Бобройска Защита Бобройска выносит шайбу Никита Улес начинает Пытается начать ее атаку Более Прошло, вернее, не более минуты Как Хоккейный клуб остался в меньшинстве И мы видим, что Хоккейный клуб Витебск Более грамотно Разыгрывает большинство Располагается в зоне Ищет кому отдать Пас за ворота И хозяев Шайба возвращается На синюю линию защиты хозяев Такой Так называемый Треугольник В нападении Выстрел хоккейный клуб Витебск Бросок О боже Как же повезло сейчас Роман Стрельников На высоте Отразить Такую атаку Такой бросок С двух метров в упор Это дорогого стоит Именно игра Романа Стрельникова Не позволяет Нашим северным соседям Завладеть преимуществом И выйти вперед И сохранить тем самым Высокий темп И интригу данного матча Не будучи специалистом Видно Невыраженным взглядом О том что Вот еще буквально Несколько минут Было большинство У хоккейного клуба Города Бавруйска Практически ребята За 4 минуты Ничего не смогли Показать В то время как В отличие от твоего оппонента Клуб Витебс Очень грамотно действует Единственное Наверное что Повезло сейчас Хоккейному клубу Бавруйск Избежать Шайбы забитой А это может быть Опасно Кудряться за воротами За воротами Витебска Ищет глазами партнеров Шайба по борту Шайба по борту Надо возвращать Шайбу к воротам Надо найти адресата Надо найти точного адресата Напоминаем что Время неумолимо Близится К половине Третьего периода И желательно Хоккейному клубу Бавруйск Найти сейчас Возможно Для того чтобы Бросок Гол Дорогие друзья Хоккейный клуб Бавруйск Вот прямо сейчас Когда мы Сказали о том Что надо было бы Найти возможность Для того чтобы Забить Третью шайбу И вот Практически Через секунду Красивым движением Кистевым броском Забивает шайбу Ворота Кто отличился Отличился Фадеев Лидеры Бавруйска В этом матче Делают свое дело Но Алексей Что происходит на площадке Неужели будет еще Один очередной Видео просмотр Отличился капитан Фадеев Мячеслав Нет Слава богу Шайба Иззащитана И судья указывает На центр Площадки Вот теперь Алексей На мой взгляд Бавруйску Если И вспомнить Опыт Прошлых победных Матчей Нужно стараться Укрепить Своё Преимущество Потому что Как правило Если Хозяева Начинает Сушить Игру Это приводит К необратимым Последствиям Счет Сравнивается И матч Переходит В овертайм Либо В серию После матча Бросков Так что Из опыта Ее хотел бы Заметить Нужно стараться Забросить Четвертую Шайбу А вот Опасно Это может быть Опасно Витебск Пытается Прорвать Оборону Без хозяев Опа Будем говорить Еще Контурадака Хозяев Так что У проигрывающей команды Которая будет стремиться Отыграться Будет возможности Ошибиться Больше И Тут самое главное Воспользоваться Этой ошибкой Либо же Довести Оконцовку Матча С таким же счетом Либо Еще Увеличить Своё преимущество Ну Алексей Я хочу Заметить Что До Замены Воротаря На шестого Полевого Игрока Времени Еще Очень Много Витебск Еще Попытается Как минимум Сравнять Счет С воротарем В воротах Вот опасный Бросок Наш Галкипе Стрельников Отражает Шайбу Шлемом Витеб Продолжает Атаковать И пытался Нанести Бросок Нападающего Витебска С больной Точки Бабручан И С самого Питачка Вот опять На самом Питачке Стрельников Красавец Не надо Сейчас Забывать О том Что Оборона На первом месте Сейчас Для хоккейного Клуба Бабруйск Ни в коем Случине Нельзя Сейчас Удаляться А лучше Всего Сделать Так Чтобы Удалялись В гости Это Один Из Вариантов Тактики Игры Когда В конце Нужно Уже Было Бо Выпустить Сменить Вратаряна Шестого Полевого Игрока Например Игрокедной Команды Заставляют Соперника Сфалить Команды Витебск Вилл 2-0 По ходу Встречи На данный Момент В данной Минуте В обручании Одерживают Волевую Победу Будем Надеяться Что В итоговом Протоколе Мы Действительно Отметим Что Бабруйск Одержал Волевую Победу Так Что Происходит На площадке Вратарь Игрокедной Выбрасывает Шайбу Из своей Зоны Что Мне нравится Алексей Что В данной Ситуации Даже Видя В счете И Прекрасно Понимая И уход Всего матча Нападающий Хоккейного Клуба Бабруйск Пытается Прессинговать Ну В своей Зоне Защиты Хоккейный Клуб Витебск Я думаю Это Правильная Тактика Потому Что Если Сейчас Прижаться К своим Воротам Я думаю Северяне Непосредственно И воспользуются Этой Возможностью Надо Как Можно Дальше Отодвигать Игру От своих Ворот Так И что Мы Видим Назовем Это Все Таким Спортивным Термином Как Прессинг Его Ни в коем Случае Нельзя Снижать Но И в то же Время Нельзя И забывать Об обороне Так Как Мы знаем Например Бывает Игра По ситуации По позиции Есть Еще Игра По счету Удив По Игра Игра Обороне На На Игра Э Про Э 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 Продолжение следует... 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 И, как правило, в данной ситуации мы видим, что в атаке у Бавруйчан, как правило, выходит 4 нападающих. Это говорит о том, что хоккейный клуб Бавруйск не играет на удержание счета, а пытается довести счет до более крупного. 4 минуты 40 секунд до конца третьего периода. Пока Алексей будет говорить так до конца третьего периода, чтобы соблюдать протокол матча. Опасная атака Витебска. Нельзя давать бросать. Нельзя давать бросать. В любом случае надо выносить шайбу. Очень хороший сейчас был стольный проход в исполнении игрока, которого, к сожалению... Шайба перехвачена Бавруйчанами. Надо отдавать срочно и по центру. Так, Волес. Волес делает передачу за воротами. И клюшка ломается. Ломалась клюшка у нападающего Бавруйска в самый ненужный момент. А уже тоже может быть опасно. Надо держать Витебчан. Нельзя давать бросать. Вот еще один был момент, когда... Вот контратака, надо перешти на левый фланг. Отличный вперед шайбы. Бросок последует. Опять тот же самый Алексей Трифонов. Далеко отпустил шайбу. Первый игрок хоккейного клуба Бавруйска. Теперь уже сразу же мы... Еще вот буквально полминуты назад мы видели, когда игрок хоккейного клуба, Витес, получил именно обработал шайбу и мгновенно бросил. Несмотря на то, что именно было выше ворот, бросок получился плотным. Если бы он был створ ворот, достаточно трудно было бы блокировать такой бросок. И вот опасная ошибка. Как он не наказал Витебск за эту оплошность? Удаление будет. Удаление будет у Витебска. Как, по вашему мнению, Алексей, хоккейный клуб Бавруйск продемонстрирует нам красивую концовочку с заброшенной шайбой в большинстве? Нет. Если обратить внимание на некоторое время назад, то мы видели, что буквально на протяжении практически в подряд 4 минут штрафного времени только несколько бросков было сделано хоккейного клуба Бавруйска. Были взяты тайм-ауты, надеюсь, что сейчас, вот сейчас, смогут они, конечно, реализовать большинство. Таким образом, сняли бы практически все вопросы. Остается 3 минуты до конца основного времени. Одну минуту 39 секунд в Бавруйску еще играет в большинстве. На площадке происходит ее смена пятеров. Если предположить то, что за это время не смогут они реализовать большинство, наступит время, когда хоккейный клуб Бицевск снимет вратаря и заменяет на шестого полевого игрока. Мы будем надеяться, Алексей, что заменять вратаря в этом матче хоккейному клубу Витебск не будет никакого смысла. Если, конечно, хоккейный клуб Бавруйск реализует это большинство. Так, опасно, опасно. Все-таки чем примечательный третий период? О том, что за два прошедших периода не было ни одного удаления. А здесь мы видим уже, что сразу же, если я не ошибаюсь, четыре удаления было. Три хоккейного клуба Витебск и одно удаление в составе хоккейного клуба Витебск. Хоккейный клуб Бавруйск контролирует шайбу. И это задача минимум, которую выполняет они на данный момент на отлично. Не суетятся. Поднята в руках арбитра ее. Будет сбрасывание. Минута 48 до окончания времени третьего периода. 28 секунд Бавруйск еще играет в большинстве. Минута 20. Останется Витебску, чтобы сравнять счет с данным матчем. В полном составе. Так, Никита Мурец. Передача. Шайба сошла. Плюшки нападающего хоккейного клуба Бавруйск. Вот Шувавов. После того, как оказались пустые ворота и был такой замах, который свидетельствует, что хоккеист. Шувавов. Попытка повторная. Опять шайба проходит мимо. Обязан был все-таки бросить. Но вот опять же что-то вот. Да что же это такое? Слишком много времени отводится на принятие решения бросать или не бросать. Сейчас просто надо бросить. Тоже было опасно. Но тем временем. Пошла последняя минута встречи. И гости играют. И в полном составе. Бавруйск как бы и не собирается даже покидать. В последнем бросок. Трофимов на месте. Не собирается покидать зону соперника. Это также говорит о том, что… Надо срочно отдать передачу в центр площадки. Нет. Контролируем от шайбы. Удаление. Удаление будет за нарушение численного состава. Скорее всего. Скорее всего. Насколько правильно я понял. что происходит на площадке. Так что происходит на площадке. Галкипер Витебска. Трофимов. Возвращается в свои ворота. Он прекрасно понимает, что заменяться ему шестым полевым уже нет никакого смысла. 13 секунд до окончания основного времени. Шайба находится. Сбрасывание будет именно в зоне хоккейного клуба Витебска. Да, Алексей. Нарушение численного состава. Десятый номер Витебска поехал на скамейку аж про холодных. 13 секунд до конца матча. Вбрасывание. Хоккейный клуб Бобруйск. Выигрывает. Вбрасывание. Шайба за воротами Витебска. Осталось только поконтролировать шайбу. Осталась одна секунда до конца матча. Все, дорогие болельщики, с победой вас! Хоккейный клуб Бобруйск в основное время одержал сверхволевую победу над хоккейным клубом Витебском со счетом 3-2. С чем я вас и поздравляю! С вами были Павел Солдатенков и... Алексей Хандецкий. И что хотелось бы отметить, конечно же, игру хоккейного клуба Бобруйска во втором и в третьем периоде. В первом не все получалось, во втором прибавили, в третьем вообще сыграли практически идеально. Поздравляем всех с победой хоккейного клуба Бобруйска. Всего доброго! До новых встреч! 21 октября 19.00 наша команда принимает команду химии Новоколаска. Всего доброго!